В этом видео я расскажу вам, как произвести расчет сечения в ступени компрессора в уже спрофилированных лопатках рабочего колеса и направляющего аппарата. Мы исходим из того, что уже геометрия расчетной области у нас построена и засечена с помощью турбогрид. То есть у нас полностью завершена, о чем говорит зеленая галочка, процесс профилирования лопатки, создана его геометрия и построена сетка конечных элементов. После этого нам необходимо передать данные в CFX. Это делается следующим образом. Щелчок правой клавиши мыши, трансфер даты to new CFX. Пока что у нас передается данные только из цепочки рабочего колеса. Надо туда же подтащить даты из направляющего аппарата. Для этого нажимаем на Turbo Mesh правой клавишей мыши, не отпуская ее, идем до первого CFX. И появляется вот такая цепочка. После этого мы запускаем ANSYS CFX при процессоре настройку расчетной модели. Пока загружается программа, хочу сказать, что в группе ВКонтакте и на сайте ДОСА есть методичка исследования рабочего процесса вступения осевого компрессора. И вы можете подробно почитать, как произвести расчет в этой методичке. Выглядит она вот таким вот образом. Я вкратце это расскажу. Сейчас и слава. Итак, как вы видите, загрузилась лопатка. Первое, что мы должны сделать, это проверить на отсутствие дефектов. В частности, по крайней мере диаметральные, но и желательно осевые размеры контактирующие поверхности двух расчетных блоков должны соответствовать друг дружке. Если это не так, то надо вернуться в Turbo Grid и проверить все входные и выходные участки. И второй момент, надо убедиться в том, что выпуклости лопаток в разные стороны, если вы не отразили геометру лопатки раньше. Если это не так, то необходимо отзеркалить одну из лопаток с помощью команды Passage Transfer Mesh Reflection XZ Play. Но в данном случае это не требуется. Просто показал возможности, если вы это забыли. Настройка параметров расчетной модели компрессора производится в меню Tools Turbo Mat. Значит, первое, что мы делаем здесь, выбираем тип турбомашины осевой компрессор, на что это влияет, я не знаю, и по моим ощущениям это не на что влияет, но на всякий случай мы это делаем. Проверяем ось вращения Z, говорим Next, и здесь выбираем тот компонент, который есть, и удаляем его. Так, значит, дальше нам надо описать, какая область является рабочим колесом, какая является направляющим аппаратом, поэтому добавляем компонент в порядке следуем. Правая клавиша мыши – это компонент. Первый компонент компрессора – это подвижный компонент, поэтому выбираем это рабочее колесо. Поэтому выбираем тип протетинг, задаем частоту вращения, задаем частоту вращения, ну, в подготовленных данных у меня уже есть, это частота 89.33. Проверяем обороты в минуту, и в Available Volumes выбираем один из четырех объемов. То есть он подсветится, и видно, что первый блок рабочее колесо, я как раз его выбрал. Надо выбрать только один блок. И дальше вы видите, что появилась стрелка, и надо проверить направление на вращение. Значит, лопатки компрессора вращаются в сторону корыца, в данном случае направление совпадает, поэтому все нормально. Если это не так, то меняем знак на минус. Также здесь, поскольку у лопатки имеется радиальный зазор, программа определяет, что он есть. Если она не сделает, то это надо определить руками, но, как правило, это все хорошо работает. Все, с рабочим колесом определились. Дальше добавляем второй компонент в направляющий аппарат. Он у нас стационарный, поэтому выбираем соответствующий тип. И в Volume выбираем вторую расчетную область. Собственно говоря, здесь все. Частоту вращения задавать не надо, поскольку он не крутится. В следующей вкладке выбираем Aeroideal Gas. Это воздух, подчиняющийся закону идеального газа. Reference pressure. Это то давление, избыточно относительно которого будут задаваться остальные давления. Ноль. Значит, в этом случае мы будем с вами работать с абсолютными давлениями, которые у нас рассчитаны, что удобно. Total Energy и модель турбулентности сохраняем как есть. Типовые граничные условия для компрессора могут быть разные. Возможно, два варианта. Либо Total to Static, либо Total to Mass Flow. Более приемлемым для нас будет являться Total to Static. Но при расчете компрессора есть одна интересная особенность, которая заключается в том, что вы можете спрофилировать лопатку так, что она окажется далеко от расчетной точки за пределами характеристики в тех областях, где компрессор не работоспособен. Тогда программа в принципе не будет считаться. То есть, если вы столкнетесь с такой проблемой, лучше свяжитесь со мной. Я вам скажу логаритм решения этой проблемы. Но, предположим, изначально исходим из того, что ваша программа считается. То есть, ваш компрессор считается. Вообще, кстати, забегая вперед, наверное, правильнее сказать. Если ваша задача не считается, первое, что вы делаете, это проверяйте граничные условия. Очень часто бывают какие-то мелкие ошибки. Ошиблись в размерностях, ошиблись в цифрах, порядках и так далее. То есть, если таких ошибок вы не находите, ну, тогда давайте думайте, что с этим делать. Итак, Total Pressure мы задаем давление на входе. Это P1 со звездой в паскалях. И берем его с тех данных, которые мы подготовили. То есть, T26625 в примере. T-Total – это полная температура на входе. T1 со звездой у меня это 315 кель. И самое интересное – это направление потока. В отличие от турбины, у компрессора надо задавать направление потока. Мы с вами будем задавать угол α1 на входе. То есть, это задается угол потока в абсолютное движение на входе. У меня это 56 градусов. И задается он в виде направляющих косинусов в цилиндрической системе координат. Здесь А – осевая координата, R – радиальная координата, она у нас будет равна нулю, и T – тангенциальная координата. Также здесь важно помнить, что надо будет указать… Также важно помнить, что вектор имеет направление, и направление тангенциального вектора нам надо будет уточнить дальше. Итак, как определить компоненты? Берем наш угол, у меня 59 градусов, определяем косинус и синус. Значит, поскольку угол 59, это значит, что тангенциальная проекция будет меньше, чем осевая. Поэтому 515, то есть, угол больше 45, то тангенциальная окружная проекция будет меньше. Поэтому 515 я забиваю тангенциальную проекцию, знак мы потом проверим. А в осевую проекцию я забиваю, соответственно, значение синуса 857. 0, 857. В P-static задаем статическое давление на выходе P3 со звездой, 124, 687 в моем примере. 124, 687 в моем примере. Не забываем поменять размерность. После этого говорим Next. В этом меню мы проверяем интерфейсы. Значит, если вы все делаете так, как я вам говорю, то у вас должно быть 4 интерфейса. 2 периодических на рабочем колесе и сплавом аппарата. Интерфейс в зазоре, в радиальном. Интерфейс между блоками. Проверили. И потом можете проверить величины граничных условий, которые вы задали. Нажать Next и Finish. В целом, в основном, ваша модель сформирована.